Жители дома по улице Весенний с ужасом ждут приближающейся зимы. Дело в том, что крыша здания протекает и вода уже неоднократно заливала квартиры последнего этажа. Во всех инстанциях жителям говорят, что ремонт не требуется. Почему потолок, угрожающий на вис над головами людей, а коммунальная организация этого не видит, выясняла наша съемочная группа. Вот начались как конец октября, начало ноября. Дождь, снег и все пошло, течет. И ночью вот сегодня я в 4-5 часа утра вылила. Она уже давно на пенсии, но каждый день несет службу, навязанную коммунальщиками. А ветеран труда Нина Иванова уже отчаялась добиться справедливости. Потолок в ее квартире начал протекать несколько лет назад. Теперь ржавые потеки по всему коридору, кухне и спальне. Часто ночью я проснулся от того, что я в этой комнате уже спала, что здесь все как будто как молнии бывает, вот все это скрило. Страшно было, конечно, я не поняла спира, что. А в этой комнате не только льет с потолка, но уже нет электричества. Вода с крыши течет прямо по проводке. Замкнула один раз, жди беды, говорят жильцы. Боятся, что в любой момент может начаться пожар. Здесь вот все лилось потоком. Открываешь дверь, тебе прямо на голову поток льется. Новая дверь, вся покоробленная. Все вот отстало, здесь покоробилось. На себя ощутила последствия и соседка Нина Ивановой. Потоки воды несколько раз заливали ее квартиру. Обращения в управляющую компанию и надзорные органы результаты не принесли. От всех приходит один ответ. Повреждение кровли не обнаружено, ремонт не требуется. Никто не заходил к нам в квартиру. Никто не смотрел, квартира у нас в каком состоянии. Никто нам ничего не сообщал, что делали они там, видим, какой-то ремонт. Не делали ремонт. Никто нам об этом не сообщал. Инспекцию проводили в марте, поясняют специалисты. Тогда крышу залатали. На какое-то время помогло, но теперь нужен новый ремонт. Управляющую компанию обяжут его провести. Кровля в данном доме в плохом состоянии. Кровле необходим капитальный ремонт. Конечно, по обращениям граждан управляющей компании будет проводить ремонтные работы. Она не отказывается. Но там необходим полностью капитальный ремонт кровли. По программе капремонта реконструкция кровли в доме запланирована только на 2018 год. Чтобы это произошло раньше, жителям нужно встретиться на общедомовом собрании. Проблема в том, что активны только жильцы последних этажей. Те, кто живет ниже, не считают дырявую крышу большой проблемой.